Визит министра просвещения Сергея Кравцова, региональные меры поддержки участников СВО и их родных на еженедельной оперативной планерке в правительстве обсудили актуальные вопросы. Подробности в нашем следующем сюжете. Во время рабочего визита министр просвещения Сергей Кравцов вместе с губернатором Александром Соколовым решил проверить, как идет образовательный процесс в новом корпусе школы номер 74 в Радужном. Беседа с учениками и учителями показала, дети с радостью ходят в новую школу. Сергей Сергеевич сказал, что если бы все школы выглядели таким образом в России, то изменилось бы в принципе отношение к образованию общества. Видя, как у нас умеют работать наши строители, Сергей Сергеевич заверил в нас, чтобы всегда помогать Кировской области в достижении необходимых результатов. Помощь участникам специальной военной операции и их семьям стала центральной темой совещания. В регионе сейчас действуют 33 меры поддержки военнослужащих и их родных. Среди них бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация взноса на капитальный ремонт, внеочередное медицинское обслуживание. Большое внимание уделяется детям участников СВО. 2000 школьников 5-11 классов обеспечиваются бесплатным здоровым горячим питанием. На 2000 детей ежемесячно полностью компенсируется родительская оплата за посещение детского сада. Почти на 300 детей и участников специальной военной операции, обучающихся в колледжах и техникам региона, предоставляется компенсация стоимости питания. 700 детей военнослужащих летом прошлого года бесплатно отдохнули в загородных оздоровительных лагерях Кировской области. Мера сохранится и в этом году. Уже сейчас идет прием заявлений на бесплатные путевки в детский лагерь. Всего на меры поддержки участников СВО и их близких выделено более 1 миллиарда рублей. В конце совещания Александр Соколов отметил, что лично читает обращения жителей региона в соцсетях. Видит, вопросов накопилось много. Пора проводить прямой эфир. Коллеги, я прошу всех членов правительства, руководителей органов исполнительной власти вам разосланы вопросы, которые задают люди. Я прошу за эту неделю отработать. Прямой эфир в соцсетях запланирован на 10 апреля в 6 часов вечера.